Доброе утро всем! Большой привет! Я наконец-то иду на маникюр и педикюр. Слава богу! У меня всегда радость, когда наступает этот день, потому что люблю эти все перемены, даже такие мелкие. Не знаю, до конца еще что я хочу. Блин! Я сегодня опять утром носилась как сумасшедшая. Даже сегодня не пошла на пробежку, потому что записано достаточно рано на ногти на 10 утра в центре города. И мне нужно было успеть смонтировать ролик, привести себя в порядок, убрать всю посуду, посавтракать. Еще и я успела за 15 минут где-то в турбо режиме приготовить пасту в соусе. Я иногда просто сама себя поражаюсь, когда у меня берется вот эта скорость, вот это все делать. Я не знаю, я еще и посуду успела после готовки помыть. Теперь со спокойной душой я приехала сюда и могу даже не возвращаться домой в принципе, потому что у меня сегодня танцы. Может, дождь пойдет, я не знаю, очень сильно жду, уже прямо очень хочется. Слишком жарко несколько дней вот эти последние. Да, я думаю, что я, наверное, не буду возвращаться, потому что дома все сделано, все хорошо. Я просто здесь погуляю, где-нибудь поброжу, а потом на занятия и пойду. Потому что здесь все рядом, как я вам уже и говорила. И танцы, и ногти. Что ж, я вернулась домой, ребят, потому что, ну, я достаточно рано освободилась, сейчас вот без 15,2, а мне из дому выходить на танцы где-то в 16,20. Я что-то думала, дольше там буду, как-то не рассчитала. Думала, погуляю, а потом такая, такой, блядь, какой день не тратить, поеду домой, пообедаю. Ну, короче, я сейчас меняю вот воду на очень холодную тампинамбуру, как мне написали, что это тампинамбур цветы называются. Я раньше думала, тампинамбур, топинамбур, это не цветы, а какой-то овощ. Я не знаю, почему я так думала. Ну, они ужасно вяренькие половина, и еще и листья подсохли. Так что я сомневаюсь, что они будут стоять 2-3 недели в вазе, как мне об этом написали. Вот, ну, я сейчас все сделаю, как вы сказали, но я в это не верю особо. Вообще, у меня такого не прокатывает. Ни реанимация цветов в ванной, ничего. Это, мне кажется, кому-то просто везет, вот и все. Сделала я маникюр. И педикюр очень красиво получилось. Сейчас я вам поближе покажу. И смеялась просто до слез. Потому что мне женщина там на инстаграм ответила на мою сториз. Кто подписан, знает, я устраивала опрос, просила вас помочь мне выбрать маникюр. И все они были яркие. Там был желтый френч, там был разноцветный френч. И розовые ногти, просто разные оттенки розового на каждом пальце. И мне эта женщина ответила про королеву Англии, что нужно делать ногти, которые подходят под цвет кожи, чтобы быть как королева Англии, потому что вот тогда ты будешь не как старогашка. Ну, короче, какой-то такой просто комментарий нелепый до ужаса. Мне так стало смешно. Я даже ничего этой женщине не стала отвечать. И у меня такая традиция есть в инстаграм. Самые крутые комментарии, в кавычках, у меня попадают в сториз. Вот, и ее комментарий туда попал. И мне как начали люди отвечать, что с королевой Англией связались, и она сделала желтый, то есть ты в тренде. И типа, блин, я тоже люблю цветные, всего из меня не вывезешь. И, короче, подобных комментариев было так много, что я просто шла, я ехала еще в маршрутке, я смеялась, капец. Я еле сдерживала там этот смех, чтобы, ну, вообще меня не прорвало. Потому что это было очень смешно. Я думаю, королева Англии завидует таким, как мы, потому что не может себе сделать такие яркие ногти. Реально, это вообще, я впервые такое слышу. Так она еще, эта женщина, ну, вот она мне написала про правила этикета, чтобы этикет должны быть такие ногти. А сама написала с такими ошибками, у нее жи-ши через и. Ну, типа, я могла бы ей, конечно, что-нибудь написать, но я даже не стала этому человеку отвечать. Вот, думаю, да? Это таракан в голове, потому что... Ну, я не знаю, мне просто слов нет. Даже тут оправдываться не надо, тут и так все понятно, что... Короли Ивана еще, кстати, очень ярко одевается. Думаю, да, и дали бы ей ворю с этим маникюром, пипец, там что надо хтем мылом. Не в обиду, конечно. Так, все, подрезала я свой топинамбур. Теперь буду обедать. Думала, пойду в какое-то заведение, потом решила, что съем пасту в соусе, который приготовила, потому что очень люблю это блюдо, но почему-то редко ем свою же еду, которую готовлю. То у меня дома нет, то я какую-то булочку съела, то Леша побольше отдать. Ну, вот есть у меня такое. Главное, чтобы было ему, а я могу, если что, не доесть. Или, ну, я думаю, у меня жены там понимают, девушки. В общем, да, сделала я цветной френч, выбрала желтый цвет, потому что давно присматривалась к желтому, я хотела полностью желтые ногти, но потом решила сделать все-таки французский. Это, кстати, тоже сейчас тренкет, если кому-то интересно, что сейчас в моде, именно в маникюре летнем. Это здорово смотрится, можно любой цвет выбирать. Можно выбирать все разноцветные, тоже очень здорово смотрится, очень ярко и по-летнему. Ну, то есть настроение такое себе создаете. На ногах у меня лаванда. Блин, я у носочка. Сейчас. Причем лаванда такая, она очень-очень светлая, я не знаю, видно вам или нет. У меня еще и ноги загорели по-идиотски. Как раз для торгашки пойдет. От сандалий. Вот такой очень-очень нежный лавандовый. Тут у меня был нежный голубой. Короче, я люблю такие оттенки очень сильно, но мастера их не любят, потому что эти пастельные и очень светленькие лаки, они стекают сильно, они какие-то более жидкие, что ли. То есть если лак более темный, яркий, они плотнее, и их легче наносить вообще на ногти. А я как обычно. Паста у меня сегодня, да. Паста на обед. Даже салфетку чуть не достала. Повенилась салфеточку себе достать. И, кстати, нормально запеклась шарлотка в этой форме. Все круто и хорошо отстает. Я, правда, чуть-чуть оливковым маслом смазывала ее перед выпеканием. Ну, а так вот. Все хорошо. Приехала после танцев домой и перед этим зашла в стильпо. Купила себе на ужин вот такой творог. Никогда его не покупала. Зернистый в сливках. Вот там есть вот такая маленькая пачка. Есть побольше. Я решила попробовать маленькую. Я еще не покупала, кстати. Мы же покупали жидкое. Такое никогда мы не брали. Покупали зернистый, и ты мне еще говорила, что это же не творог, это он со сметаной как-то перемешивает. Блин, Жопот, куда ты все это берешь? Я не помню, чтобы такое было. В сливках он. Знаешь, это глазки помнятся. Наверное. Короче, селепо начали продавать ежевику вот так распасованную. Я взяла буквально чуть-чуть на 7 гривен, чтобы смешать с этим творогом. И лаваш захотела. Короче, вот будет мой ужин. Да, на танцах я сегодня записалась уже на индивидуальные. Также хочу ходить один раз еще в группу взрослым. То есть три групповых занятия будут у меня в неделю. И уже договорилась с Катей, что я тоже иду в пятницу со всеми тусить на бассейн. Ну, это прикольно. Никогда не была в Монике. Я не знаю, жизнь. Что тебе виноват? И то, блин, и не поспоришь. Возьмитесь с мужиками с завода и соберитесь. Куда? В Монику Белуч. Тиво купить. Будете на шезлонге коктейль пить. Секс на пляже. Тиво не тихо. Ну, тоже. Утро доброе, четверо. Едем на рынок в 7 утра. Пыталась спать, Леша. Чуть-чуть пыталась спать, но у меня плохо получалось, потому что я вчера на танцах где-то дернулась. Очень сильно дернулась, не понятно как. И у меня вся часть, вся спина с левой стороны и плечо сзади. Я не могу нормально повернуться в сторону. Но бывает это на самом деле, когда чем ты занимаешься. Вообще любая физическая нагрузка, где-то что-то не насмотрел, и потом ходишь как банан, блин, вяленый. Не знаешь, куда себя деть. Короче. Я два дня пропускала пробежку. Сегодня я не бегаю вообще никогда по 4-м, потому что очень рано и так встаем. А вчера не бегала за то, что я ничего не успевала, вам рассказывала. Завтра побегу. Может быть завтра у меня уже будет получше с этой всей частью дела. Мы сегодня ей прицеп много продали. И с многими людьми разговаривали, сегодня был просто сумасшедший ажиотаж. И появилась еще куча документов, которые нужно теперь подписывать. Мы теперь с мамой на пару подписываем. Леша уехала по делам, папа тоже. Мама сейчас разговаривает с людьми. Короче, сегодня просто за пару нереально. Тут правда очень много. Вот такие стопки мы только с мамой списали. И еще много. Рутина. А я в Инстаграм выкладывала пост, где спрашивала у вас, какое ближайшее событие, которое вы ждете. Мне столько людей написало, что на море туда-сюда едут. Мама, еще есть? Да, садись. Мы вас с мамой. А, ты уже камеру включила? Боже, я уже предправила. А как ты так? Ну давай. Там писала моя. А тебе надо за что-то? Да нет, тут все тоже, да? Та же самое. Просто их очень много. Я так обрадовалась, думала. Что? Ну уже все. А еще много? Сколько еще? Покажи. Вот еще. И вот. Вот это уже мы написали. Мы там уже, чтобы что-то выписали. Что-то можно было бы сделать перерыв пообедать. Я думаю, что мы должны с тобой, наверное, доделать. Еще полчасика максимум. Да-да, какой-то. А у кого-то он туснял. Нас пригласили на свадьбу. Ура! Только потом, мимик, пойдем. Свадьба выпадает на день рождения племяшика. Дело в том, что рост здесь на 10, а мероприятие на 2 часа, да? 2.30? Ну, помните, мы еще не знаем. В прошлом году для начения твой племяшек справляла мне запорочь. Ну, посмотрим, как в этом году будет. Но позвал нас на свадьбу Вова. Это друг Леши с общежитиями вместе жили. Он был нашим дружком на свадьбе, да. У тебя была дружка. Какая разница? У меня была дружка. Ты серьезно? Да, это мой. Это был наш дружок. Это мой дружок. И наша дружка. Нет, руки прочь от Володьки. Короче, сегодня мы будем есть валенки на ужин. Потому что Леша их купил. Там со смородиной, с вишней. Угадайте, кто какие любит больше. Сегодня день пипец, ребята. на рынке. И еще мы не закончили всю работу. Нам еще предстоит... Ай! Ударится в мизинчиков. Ой, мой. Мы же делаем ее за мизинчиком. Нам предстоит... Это делать что, документы, да, Леша? Продолжение следует... Закончили мы вечером работу с Лёшей. Он ещё тоже долго писал через мигрени. У него бывают редкие, но очень-очень серьёзные мигрени, когда ему вообще ничего не помогает. И он злится и расстраивается, не знает, куда себя деть. Мне его очень жалко, потому что, ну, у кого есть мигрени, кто страдает сильными головными болями, тот понимает, что это вообще жесть полная. Может быть, кто-то знает какие-то методы, лекарства, или что лучше делать, чтобы как можно скорее устранить боль, потому что с ней вообще делать что-то нереально. Но он делал, потому что надо было. Сегодня тоже раньше встал, потому что на работу раньше едет. Сегодня вот это вот важное мероприятие на работе, из-за которого мы вообще писали столько всего. А я иду на пробежку уже, тоже пораньше встала, потому что сегодня мы с утра едем же в бассейн с девочками станцев. Я еду с Катей, мы живём с ней на одном районе, мы живём очень близко, у Кати есть машина, поэтому она меня подведёт. Мы вместе поедем. Я хочу снять вам обзор на это место, рассказать о нём, потому что тоже такое достаточно популярное место в нашем городе, чтобы вы знали от меня моё мнение и всё такое. Увидимся в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok